Хоснеддин. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, хоснеддин. Мир вам, вам также мир. Скажите, пожалуйста, откуда вы черпали значение слов арабского языка, особенно значение слов в шестом и седьмом веке? Может название книг или ссылки на сайте? Спасибо. Есть специальные словари, которые состоят именно из слов, использованных в Куране, а также с примерами аятов. В каких аятах в каком значении, а также примеры из арабской речи, из поэзии. Там очень много примеров из арабских поэтов, в каких контекстах они использованы. Например, Муфрадат, Рагаб аль-Исфахани, Таджль-Арус, Махайс-Луга. Но из современных могу упомянуть Луга-тал-Куран. Аллах Мапарвейс, это двадцатый век. Аллах Мапарвейс собрал вот эти все словари и создал свой. Если будешь иметь словарь Аллах Мапарвейс, то надобности не остается, чтобы собирать остальные. Многие из них еще не переведены. Есть только арабские сканированные, оцифрованные версии. Но оптимальный вариант именно от Аллах Мапарвейс у него есть. Но до Аллах Мапарвейс мне попались вот эти словари. Оттуда я брал исконные значения, но этого недостаточно. Нужно понимать, философски нужно подходить и понимать, какой смысл Аллах дает в терминологии, в хуранической терминологии. Например, Эхра. Но Эхра, сразу скажу вывод, это синтез. Но арабские словари не дают, тем более классические словари не дают вот этого слова синтез. Они говорят какие-то разные версии, но сегодняшняя сегодняшняя версия этого слова синтез. Синтез чего? Материального и нематериального. Аррахмян, аррахим, создатель материального и создатель нематериального. То есть творение и учение. Вот это самое короткое, самое емкое понимание слова Эхра. И все суры бисмиллах, аррахмян, аррахим указывают на это. В этой суре собраны законы материального и нематериального. Как Аллах создал, сотворил материальное, по каким законам и что нужно делать в этом направлении. Плюс еще нематериальное, социологическое, психологическое, связанное с нравственностью, ахлаха и так далее. Вот этот синтез. Для того, чтобы вывести вот этот синтез, нужен философское переосмысление. Именно через призму самого Хурана.